Записываем термины. Первое слово. Весет. Весет означает, сейчас посмотрю, какой темп у нас. Весет. Да, ВАВ вначале. Весет. Весет означает менструальный цикл и, в частности, его начало. Вы знаете, что у женщин существует менструальный цикл. У всех других животных, у всех, кроме обезьян, менструального цикла не существует. Только у обезьян и у человека существует менструальный цикл. Бывает течка у животных. В это время выделения определенные идут из влагалища самки животного. И это является сигналом для самца, что она готова к соитию и готова к оплодотворению. Но, если идут выделения менструальные у женщины, это как раз наоборот. Потому что матка женщины имеет оболочку. Так? И эта оболочка периодически с цикличностью определенной. Что происходит с ней? Она отторгается. Слизистая оболочка матки отторгается. При этом бывает кровотечение, неприятный запах. И что получается у женщины? Открытая рана, да? Значит, с одной стороны, у женщины открытая рана. С другой стороны, образуются определенные токсины, которые выделяются в организме женщины. Так называемый менструальный токсин, который, кстати, очень ядовит для мужчин. И вот, в третьих, те микроорганизмы, а у женщины всегда в связи с этим есть грибки определенные, которые обычно являются нормальными, не патогенными. Они в это время усиливаются и способны вызвать заболевания. Как у женщины, так и у мужчины. Кроме того, у женщины имеются маточные трубы. Маточные трубы вот здесь. Здесь с такой же стороны. Да? Так называемые фаллопиевые трубы. Здесь такие вот реснички. И эти трубы являются открытыми в брюшную полость. Эти трубы являются открытыми в брюшную полость. То есть, если происходит секс во время менстрации, и забрасывается вот это все токсичное в трубу, что это может вызвать? Воспаление. Как называется воспаление? Воспаление аднексид, да? И впоследствии может вызвать бесплодие. Поэтому секс во время менструальных вот этих выделений, он является абсолютно противопоказанным. Яичники у женщины, в отличие от яичек мужчин, находятся в полости. Когда выделяется яйцеклетка, и вот она, яйцеклетка, захватывается этими ворсинками и поступает в трубу, и затем она поступает в матку. Неоплодотворенная яйцеклетка, что с ней делается? Выбрасывается, да? А где же происходит оплодотворение яйцеклетки? Когда мужчина во время полового акта выпускает сперматозоиды, да? Вот, сперматозоиды, значит, они проникают в матку и дальше проникают в трубу. И оплодотворение происходит не в матке. Если бы оплодотворение происходило в матке, то у женщин было бы намного меньше проблем. Оплодотворение происходит в брюшной полости. То есть сперматозоиды проникают в брюшную полость. И все, что нечистое, может быть, в семени, какое-либо заболевание, оно куда проникает? В брюшную полость. Оплодотворенная уже яйцеклетка, идет через фоллопьевые трубы. И бывают случаи, когда фоллопьевые трубы сужены, и эта оплодотворенная клетка там застревает, и что отчинается? Внематочная беременность. Когда плод достигает такой величины, что разрывает эту трубу, возникает смертельная опасность и необходима операция. Затем оплодотворенная яйцеклетка опускается в матку, и уже когда нарастает новая слизистая, она к этой слизистой уже начинает прирастать. И в дальнейшем частично из органа плода и частично из слизистой образуется что? Плацента, которая является питанием для плода. Хорошо. Есть такой способ, спираль. Когда женщине ставится маточная спираль. И это не дает возможности вот этой яйцеклетке прирасти. Это является возможным противозначательным средством для верующих? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что в данном случае мы убиваем уже оплодотворенную яйцеклетку. А оплодотворенная яйцеклетка – это уже человек. Да. Видите, если человека не отличать от животных, животного можно убить в любом возрасте. Правда? А когда человек разумным становится? Кто из вас достаточно разумный? Правда? Нет никаких критерий. Ну, вот говорят, 4 месяца там у плода уже возникают органы. И можно уже там различить мальчик и девочка. И так далее. То есть до какого-то времени плод не считается человеком. Правильно это? Это абсолютно неправильно. Да. Итак, видите, мы видим определенный цикл. Допустим, это занимает... 28 дней. Может быть, 30 дней. Да. И так далее. Когда-то у всех женщин, когда не было освещения, говорят, что Луна влияла. Да. И был 28 дней у всех циклов. Но потом Луна стала медленнее вращаться. Мы стали ползаться освещением. И у каждой женщины, в зависимости от ее биоритма, есть определенный цикл. Иногда он может меняться. Да. Вот происходит цикл. Значит, весит. Начинается с момента кровотечения. С момента кровотечения. То есть, когда появляется выделение крови. И продолжается 3-4-5 дней. Вот так вот. Да. Максимум считается седьмой день. Когда уже закончился этот цикл, и уже на седьмой день, обычно у женщины выделение не происходит. Да. Этот седьмой день, это есть определенное название. Значит, перерыв частоты. Это называется гавсик-тагара. Гавсик-тагара. Гавсик – это что? Гавсака что это? Да. Гавсик – это прекращение тагара. Тагара. Тагара означает чистоты. Тагар – чистый. Значит, семь дней происходит гавсик-тагара. И если мы смотрим по Торе, по Торе написано, что женщина нечиста сколько дней? Семь дней. Семь дней нечиста женщина. И это так по Торе. Но ортодоксы, они говорят по-другому. Что женщина, да, нечиста 14 дней. Откуда они же это берут 14 дней? Семь дней в семь раз. Да? Это ограда. Это ограда. Я еще раз говорю, когда происходит выделение из матки, то всякие половые отношения, они что? Запрещены. У некоторых женщин это меньше, у некоторых больше семей. Поэтому добавляет семь дней. И так получается 14 дней. То есть половина примерно этого цикла. Добавляет семь дней ортодоксальные евреи после того, как происходит уже окончание самой менструации. Окончание выделения. Понятно? Как это проводится практически? Значит, практически женщина, когда уже видит, что у нее выделение, значит, прекращается. Ну, у женщины специальные салфетки, вы знаете, да, прокладки и так далее. Если она видит, что у нее уже выделения нет, она берет ватку и вводит ватку во влагалище. Это нормальная процедура. Эта женщина должна проводить для того, чтобы проверять. Если прекратили все выделения, все нормально. Но ортодоксальные евреи после прекращения этих выделений еще ждут семь дней. И таким образом, куда это попадает? Да, попадает на овуляцию. Овуляция – это когда созревает енциклетка. Это как раз середина менструального цикла, да, 14-й, 15-й и так далее день. И получается, что как только начинает заниматься сексом, сразу женщина беременет. Нормальная женщина, да? Вы понимаете? А бывают иногда такие случаи, а бывают иногда такие случаи, когда у женщины происходит овуляция раньше этих 14 дней. Да? И что же тогда получается? Ейциклетка, которая несколько дней, там 3-4 дня, она здесь находится, а потом, если она не плодотворила, что с ней выходит? Выходит она наружу, да? И тут проходит 14 дней, и предписанное начало сексуальной жизни. И если у женщины такой ритм, так что получится? Она бесплодна, она никогда не забеременеет. В действительности, никаких медицинских показаний нет к этому бесплодию. А это бесплодие из-за ограды, поставленной равенными. Еще раз говорю, что самое лучшее, когда женщина проверяет, да? И когда уже выделение прекращается, вот, и мы видим, что абсолютно нет выделения, если у нее продолжается дальше выделение, она должна обратиться к гинекологу. С этого момента можно, женщина уже считается ритуально чистой, да? Вот, с медицинской точки зрения можно делать половые отношения. А вот эти семь дней, это что мы говорили? Ограда. Ограда, чтобы вы поняли. Потому что ритуальная чистота, это ритуальная чистота такая, которая устанавливается равенными. А Тора говорит, что женщина не чиста. Сколько дней? Семь. А не четырнадцать. Теперь представим себе, допустим, у женщины много детей, и она не хочет уже забеременеть. Это нормально? Я считаю, что это нормально. Я говорю, если человек выполнил заповедь, ему надо заниматься воспитанием детей. Ну, что это значит? Надо прекращать сексуальную жизнь? Ни в коем случае. Сексуальная жизнь свята и хорошо, и приятна, да? Он говорит, благословенно Богом. Но Бог дал человеку что? Разум. И в таком случае мы должны понимать. Значит, когда происходит вот эта овуляция, как вы думаете, это здесь вот происходит нарушение целостности, это является какой-то раной? Да? На всякую рану, на всякий воспалительный процесс. С чем реагирует организм человека? Повышением температуры, да? Повышением температуры. Поэтому женщина меряет базальную температуру. Или температуру ануса, или температуру своего влагалища. И в этот момент происходит повышение температуры. То есть... Да, буквально перед овуляцией и в первый день овуляции происходит повышение температуры. Если женщина несколько менструальных циклов меряет это, то она может абсолютно точно знать, и у нее идут регулярные менструальные циклы, если у нее разные менструальные циклы. Когда происходит овуляция? Значит, в этот день, когда происходит овуляция, и попадает сперматозоид, если женщина здорова, оплодотворение будет во всех 100% случаев. И это не зависит от Бога, понимаете? Сколько Бог даст детей. Чтобы потом не просили, Боже, не давай мне больше детей. Правда? Вы понимаете. Теперь еще интересно. Когда сперматозоиды попадают в организм женщины, сколько времени они живут? Ну, да, я не помню. Да? Вот. Значит, и есть аквариумные рыбки, которые тоже совершают половые акты, у них сохраняются сперматозоиды до двух лет. Слава Богу, что у человека не так, да? Три-четыре дня. Три-четыре дня. Поэтому, если вы не хотите детей иметь, вы можете между этим седьмым днем, когда у вас прекратились менструации, и отсюда должны отсчитать три или четыре дня. Если вы совершаете половой акт в это время, будут у вас дети? Нет. Если вы совершаете половой акт в это время, ну, если оба здоровы, со 100% вероятностью, что будут, да? Теперь вы хотите мальчика иметь или девочку иметь, да? Опять-таки, 100% вероятности у вас нету. 100% вероятности у вас нету. Но какие сперматозоиды являются более активными? Какие являются более подвижными? Есть Х и У хромосома, да? Х хромосома, она вот такая большая, и сперматозоид большой, да? А У хромосома вот такая маленькая. И вот опять-таки я рисую сперматозоид. Почему-то люди в смех. Ириана сказала, что самые подвижные – это те. Да, самые подвижные – это те, которые имеют У хромосому, да? У хромосому. Поэтому, если вы в это время совершаете филовой акт, значит, у вас большая вероятность кого будет? Большая вероятность рождения мальчика. Мальчик – Х, У хромосома. Женщина – Х, Х хромосома. Но и Х хромосома, которые имеют, у них больше питательных веществ. Потом, если возьмем, допустим, что четверо суток живут сперматозоиды в организме женщины. Какие сперматозоиды в первую очередь погибнут? От истощения. Да, У хромосомы, да? Вот поэтому они сильно спешат, чтобы, как говорится, успеть. Не успел – уже все. А Х более устойчивее. Поэтому, если вы в эти 3-4 дня немножко раньше будете совершать филовой акт, у вас будет большая вероятность рождения кого? Девочки. Таким образом, пользуясь разумом, вы понимаете, что все должно быть под контролем чего? Разума. И служение наше, и жизнь наша какая должна быть? Разумная. Есть неразумное служение, это уже другой вопрос. Мы можем с большей или меньшей вероятностью добиться определенного пола ребенка. Но затем яйцеклетка еще тоже там 3 дня или 4 проходит. И в это время, до конца менструального цикла, до нового менструального цикла, если совершается половой акт, опять что? Ничего не произойдет. Некоторые говорят, что свято семы, и свято сперматозоиды, и свято яйцеклетка, и так далее. Но у женщины тогда в таком случае каждая яйцеклетка должна быть оплодотворена. Если она свято. Они погибают? Есть в этом грех? Нет. Нет. Хорошо. А когда двое детей, как попадают? Ну, я вам еще раз говорю, определенной закономерности нет. А когда рождаются двое детей, бывает однояйцевые близнецы и разнояйцевые близнецы. Бывает случай, когда одна яйцеклетка делится на два и разделяется. Близнецы имеют абсолютно генетическую схожесть. Иногда бывает, даже они не разделяются, и возникают так называемые сиамские близнецы. Иногда бывает, созревают сразу две яйцеклетки. В таком случае могут родиться и мальчик, и девочка, да? Мы видим, что Яков и Исау были однояйцевыми близнецы и разнояйцевыми. Разнояйцевые. Они внешне были, видно, что имели другую природу. Ну да, вот поэтому говорю, близнецы есть, так как... И вы говорите, двойняшки, двойняшки. Хорошо. Значит, женщина, которая находится в состоянии ритуальной нечистоты и во время месячных, до тех пор, пока не окунется в воды микви, называется НИ-ДА. НИ-ДА. НИ-ДА, НИ-НЕТ, да? НИ-ДА или ДА-НЕТ. Она... НИ-ДА. НИ-ДА. И вот... И правильно делает... НИ-ДА. НИ-ДА. Ну, я хочу, чтобы вы запомнили, да? НИ-ДА. Это женщина в состоянии ритуальной нечистоты. Для того, чтобы как-то отделить и четко женщина знала, когда ее разрешается, есть такой ритуал, который называется МИ-КВА. Да? МИ-КВА. Значит, МИКВА не только принимают женщины, и мужчины принимают, и евреи постоянно принимают МИКВА. МИКВА была связана с храмом, это не является вообще-то заповедью обязательной. Но в вопросах семейной чистоты она является желательным. Почему? Потому что если мы что-то четко отделили, да, то мы знаем, до этого что? Нельзя, после этого можно. Как принимают МИКВА? Что такое МИКВА? Помните, мы говорили, да? Да. Это не просто омывание нечистоты, да? Значит, МИКВА – это проточный водоем. Проточный водоем, либо вода должна быть чистой, да? Не какую-то, нельзя болотную воду использовать, нельзя воду в каком-то пруду. И это правильно, потому что в проточной воде не возводятся микроорганизмы. Можно ли делать водопроводной водой? Почему же нет? Можно. Можно, да, две трубы, одна труба вливается, другая труба вливается. В ванне у вас есть две трубы? В одну вы вливаете, в другую выливаете. Только МИКВА надо делать, чтобы полным погружением, полным погружением в воду. И еще раз говорю, что МИКВА – это не чистоты омытия. Поэтому, если вы строите синагогу, у вас должна быть МИКВА. То есть, так сказать, банно-прачечный комплекс. Да? Вы должны сначала помыться под душем, да? Помыться под душем чисто, а потом уже принимать МИКВУ. Значит, нельзя закалывать волосы. Если женщины некоторые даже лак снимают с ногтей, ну, я не считаю это обязательным. Вот. Не должны быть какие-то украшения. То есть, все, что мешает соприкосновению воды. Погружение должно быть полным. Не должно быть два сухих волоса подряд. Если у вас какая-то повязка, допустим, на ране, ну, там есть определенные правила. Вы уже советуете с медицинским работником, вот, с равеном, можно ли вам мочить эту рану. И будет ли хорошо для гигиены, если вы полезете, как говорится, и будете там других зноем какую-то штуку заражать. Это уже вопросы этики будет. И сам процесс погружения в МИКВУ называется как ТВИЛА. ТВИЛА. ТВИЛА – это полное погружение. ТВИЛА. Поэтому, как называют Ивана Баптистов? Яханан, ха-мат-биль. Мат-биль означает погружающее, да? ТВИЛА означает полное погружение. Сам ритуал ТВИЛЫ был взят, да, христианами из какого ритуала, какой группы еврейских верующих? Как они назывались? Иссея, да? Иссея. Но в данном случае мы будем говорить о ТВИЛЕ, которое происходит как ритуал, как определенный ритуал. Хорошо. Итак, значит, видите, самый лучший способ, да, если мы разумно планируем сексуальные отношения, да? Сколько раз в неделю сексуальных отношений можно проводить? Каждый день. Кто-то говорил, семь раз в неделю. Да, одна украинка сказала, неделицы добрые, а як же в будний день. Ну, во-первых, я вам говорю, что вы должны получать от этого удовольствие, вы не должны мучить сексуального партнера, да, если вам нравится чаще, можете делать это чаще. Ну, в принципе, у евреев обычно один-два раза в неделю. Причем в субботу даже предписывается. Вот если, допустим, обычно перед хлебопреломлением мы должны поститься и не прикасаться своим женам и так далее. То, что они там постились и не прикасались женам в день Таравания Торы, это был совершенно вопрос другой, да? И когда, допустим, нам шли в храм, это был тоже другой вопрос. Сейчас у них нет храма у евреев, поэтому нет таких решений. Но в субботу, хочу бы, потому что супружеские отношения, они какие? Святые, да? Ну, тем более перед субботой хорошо помыться, и поэтому это полезно. Хорошо, видите, в чем разница между русскими и евреями? Евреи моются до, секса русский после, да? Хорошо. Так, в субботу, перед субботой, да, евреи принимают ванну. И это хорошо, и это правильно. Я вам еще раз говорю, ограничений в этом нет. Но это должно каким соображением? Соображением здоровья, да? Это не должно, потому что это большая нагрузка на мужчину. И это исчищает мужчину. Кстати, секс, вы знаете, он, мужчина является отдающим. Это, да, янь. Женщина, инь, является принимающим. Поэтому есть у нас, я вам говорю сейчас о медицинских вещах. Вот я, например, работал в физкультурном диспансере. Да, есть мужчины-спортсмены, есть женщины-спортсмены. Завтра у вас ответственное соревнование. Что же вам нужно сделать с сексом? Мужчинам-спортсменам лучше воздержаться от секса. А женщины будут показывать лучшие результаты, если они перед этим займутся сексом. Потому что в энергетическом отношении, да, мужчина является отдающим, а женщина является принимающим. И еще, видите, если часто мужчина совершает сексуальные отношения, значит, у него происходит истощение, да, как физическое, вот так и психическое истощение. А если мужчина воздерживается, вы знаете, первые дни всегда воздержание, какие-то возникают трудности, да. Некоторые говорят, что вот мужчина разрешается заниматься анонизмом. Причем эти вещи, ну, что такое мастурбация, да, слышали? То есть и женщина, и мужчина занимается. Некоторые говорят, что христиане, я даже видел, что среди подростков это хорошо. Я вам скажу, что мастурбация в любом случае это грех. Вопрос, как от этого избавляться, это уже отдельный случай, это является вопросом душопопечительства. Поэтому мужчина не должен спускать семя только потому, что он себя чувствует нехорошо. Но в первые дни воздержания, если воздержание длительное, например, жена поехала рожать, а муж в это время, значит, тысячи, тысячи, ты идешь к любовнице. Бывают такие случаи? Бывают случаи такие, да. Вот. Почему? Возникает так называемая спермоинтоксикация. Сперма, если она не изливается, то что с ней происходит? Она рассасывается, да? При этом вырабатывается определенной степени токсины. Для мужчины это тяжело и трудно переносить. Но потом, через некоторое время, сперма перестает выделяться, да? Бывают часто такие случаи, когда возвращается моряк из какого-то длительного плавания, приходит к жене или к женщине, она его высмеивается и он стреляется. Это неправильно. Потому что потом у них нормально будут проходить сексуальные отношения, да? Но сперва может даже совершенно исчезнуть. Так же происходит и с возрастом. С возрастом значительно реже возникает потребность в сексуальных отношениях, да? Они могут происходить реже, там, допустим, вместо того, чтобы каждый день раз в неделю, потом, может быть, раз в месяц, потом в определенных случаях, и это нормально. Всякие препараты типа Виагры и так далее, они идут против природы человека. Являются ли они нормальными? Просто, видите, люди, которые не видят ничего, кроме этой реальной, вот так сказать, как говорят, жизни, они пытаются брать от жизни все. В зрелости и в сексуальных отношениях зрелых и пожилых людей есть тоже своя прелесть. Я вам говорю это по своему личному опыту. Вот, но уже нету такой страсти, да, и нету такой необходимости, что часто это делать. Тогда, когда возникает потребность у кого-то из супругов. Если у кого-то из супругов возникает потребность сексуального отношения, имеет ли право другой супруг отказать? Если вот там муж хочет жене, да, та-та-та-та-та-та-та, вот она, ну, у меня голова болит, у меня то, у меня все, то я вам скажу, что согласно даже Новому Завету она совершает грех. Правда? Это грех. И Бог за всякий грех наказывает. Вначале она говорит, что у меня голова болит, а потом у меня заболит. Вы знаете, что нормальный здоровый секс, он способствует исцеплению многих заболеваний, как физических, так и психических заболеваний. И это хорошо, и это правильно, и это нормально. И так, помните, даже в Новом Завете сказано, что муж не властен на жену, да, и жена, да, не властен над собой, и жена не властен над собой. Но пожелание кого? Другого, да? Если муж хочет, жена не имеет права им отказать. Если у нее действительно настоящая болезнь, или есть ли менструация и так далее, они должны обсудить эти вещи, так? Итак, все вам понятно? Да. Как проводить, в смысле, когда? Как проводить, мы еще будем рассказывать. Так, есть вопросы по этому? Давайте.